Пылью приходится дышать горожанам, которые приводят ребят в детский сад, расположенный напротив строящихся домов в 11 микрорайоне. Тяжелая техника выезжает со строительной площадки в двух направлениях – на улице Емельянова и Ленина. В жаркую погоду здесь пыль стоит столбом, а в дождь – грязь по колено. Дорогу делать надо. Разбомбили всю дорогу. Пыль вот эта, если бы ее немножко, как говорится, поливали, было бы так-то неплохо. А на проспекте Мира-269 пыли нет. Зато течет вода ручьями. Такую же картину на этой неделе наблюдали горожане на проспекте Победы. Ручьи журчат по многим улицам областного центра. Как сообщают в Соколинской коммунальной компании, сейчас сотрудники проводят гидравлические испытания теплотрасс. Там поясняют, что согласно правилам технической эксплуатации тепловых сетей, гидравлические испытания проводятся под повышенным давлением теплоносителя при температуре не менее 40 градусов. Поэтому специалисты СКК предупреждают горожан о необходимости соблюдать особую осторожность, по возможности не находиться рядом с трубопроводом надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, рекомендуется не оставлять в зонах теплотрасс автомобильный транспорт. И сегодня администрация города сообщила нам о планах строительства в 9 микрорайоне. Там люди годами добивали, чтобы напротив дома 278 А по улице Комсомольска остановили возведение многоэтажки. Котлован закопали, но территорию так и не благоустроили. Это настоящая мусорка. Я не знаю даже, как еще назвать ее. Раньше здесь была трава, здесь бегали мальчишки, играли в футбол. Пускай, ну как, неокультуренная была, но травка. А теперь они подростки возраста 12-11 лет. Они толкутся за домом, где у нас стоит, горочка для маленьких детей, а больше им играть некто. По данным мэрии, в 2017 году будет разработан проект на строительство в этом месте школы искусств. А до этого времени никаких работ по облагораживанию участка не планируют. Продолжение следует... Продолжение следует...